Лыжная база – любимое место для отдыха и занятий спортом для жителей нашего города. Летом здесь проходят тренировки лыжероллеров, осенью горожане собираются на кросс-нации. Но большинство мероприятий проходит зимой. Это и День снега, и Лыжня России, и Мемориал имени Бориса Глебовича Музрукова. При хорошей погоде все трассы заняты и лыжниками-любителями, и профессиональными спортсменами. Поэтому будущее благоустройства лыжной базы вызвало у горожан большой интерес. Алексей Логинов на общественных обсуждениях представлял спортивный коллектив «Союз», куда входят сотрудники Института теоретической и математической физики в НИЭФ. Мужчины регулярно посещают лыжную базу для тренировок. Мы сюда пришли именно для того, чтобы акцентировать внимание на вопросах, касающихся любительского лыжного спорта. Алексей предложил создание лыжероллерной трассы на равнение именно для любителей этого вида спорта. Для тех, кто летом хочет кататься в свое удовольствие, и детей, которые будут обучаться технике. Существующая трасса, по мнению мужчины, подходит только для профессиональных спортсменов. Я на ней тоже иногда катаюсь, но мне лично страшно. Особенно в мае, когда появляются любители натуральной природы, посидеть где-то на лужайке или поиграть в волейбол. Потом, как правило, возвращаются они по спускам, и это представляет некую опасность. Также Алексей, как и большинство присутствующих на общественных обсуждениях, против возможного заезда машин на лыжную базу. Эскиз проекта предполагал наличие таких дорог. Представляет опасность именно перемещением автомобилей, не дай бог, в нетрезвом виде. Еще как-то не обсуждаем, конечно. Но и также выхлопные газы тоже играют роль. То есть, если будут собираться много машин, тут также была версия организовать. А мотокросс, если учесть, что это двухтактные двигатели, сколько там будет сгоревшего масла. Еще одно предложение проектировщиков оборудовать специальную площадку для пикников вызвало протест у горожан. А вот строительство площадки для выголу собак соровчане поддержали и предложили варианты ее размещения. Привязать отсюда, убрать сюда. Действительно, ни с кем не пересекается. Зона уходит сюда, подход сюда. Подход короткий, по большому счету. Здесь спуститься могут подойти. По крайней мере, не заходят в ту зону. В центральной части, в стартовом городке, проектировщик предлагает устроить новый стартовый домик. Трибуны по 100 мест каждая. Скамейки с вешалками для переодевания и велопарковки. Также проект предусматривает строительство площадки для запуска авиамодели и памп-трека для детей. Те, кто не был на обсуждениях, могут прислать свои предложения до 22 февраля на электронную почту mgi-sobaka-adam.sar.ru или высказать по телефону 9 9061 и 9 9073. В течение этого года все работы на лыжной базе должны быть выполнены. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.